На пяти крупных автодорогах появится новое асфальтовое покрытие. Ремонт затронул Борский, Городецкий и Павловский районы. Рабочая группа провела инспекцию дорожных работ на участке дороги Вафонина. По уверениям подрядчика, ремонт здесь будет выполнен, что называется, под ключ. Происходит перенос коммуникаций, водоканал, газопровод, линии связи. И параллельно будет наша дорожная строительная работа. Это земляное полотно, дорожная одежда, устройство выравнивающегося слою асфальтового бетона. Покрытие уже давно применяется, щемает на всех шансах федеральных дорог. Поэтому оно зарекомендовалось как долговечный, долгосрочный. Будут заменены автобусные остановки, барьерное ограждение будет, бордюр установлен, перильное ограждение. Полный комплекс, чтобы дорога была безопасна. Этот участок дороги выбран не случайно. Загруженность здесь колоссальная, особенно в летний период. Ближе к выходным здесь растягивается километровая пробка. Да и утром жителям ближайших городов бывает сложно попасть в Нижний Новгород. Одна из самых загруженных магистралей на выездах из города, такая же, как, например, в Сорумском районе, в Автозаводском районе, в Щербинках. Здесь ездят порядка 25-30 тысяч автомобилей в сутки. Поэтому основным приоритетом сейчас делается как раз эта реконструкция и капитальный ремонт вот таких выездных магистралей из города, чтобы люди нормально, комфортно могли из города в любое время выехать и заехать. В региональном министерстве транспорта подчеркнули, что в рамках госпрограммы в 2016 году будет отремонтировано более 250 километров автодорог во всех районах области. Это позволит тысячам нижегородцев повысить безопасность и комфорт поездок по территории региона. В основном эти денежные средства будут направлены не только на опорную сеть, как мы обычно направим, это Кировское направление, это Касимовское направление. Это на дороге, которая уже вызывает и такую серьезную озабоченность населения. Это и Богородский район, это и Павловский район, это Кстовский район, там где уже накопились такие серьезные проблемы, пожалуй, жителей. И поэтому, я думаю, в это время до наступления отрицательных температур мы приведем эти участки автомобилей дорог в нормативное состояние. В этом году, конечно, уже с учетом денежных средств однозначно, не будут показатели у нас уменьшены, они только пойдут на увеличение. Поэтому мы ожидаем намного больше вести фактически отремонтированных автомобильных дорог. Особенно важно, что к строительству крупных объектов, таких как Южный обход, Борский мост, Метрополитен, губернатору удалось привлечь в федеральный бюджет. За последние 10 лет, я считаю, случился просто дорожный прорыв масштабных областей. Валерий Павлович Шанцев, с присущей ему смелостью и масштабностью, он как бы по принципу смелого пулю боится и штык не берет, начал эти строительства. А в результате появилось софинансирование из федерального бюджета, потому что если бы это строительство не началось, не было бы и федеральных денег. По сравнению с другими регионами, я как представитель Совета Федерации, я знаю, что это очень масштабная история. Эти инфраструктурные объекты станут настоящим транспортным прорывом в Нижегородской области. Словом, все идет по плану. Новые дороги строятся, старые ремонтируются, а значит пробок будет становиться все меньше и меньше.